Всем доброго времени суток, с вами Теличенко Юлия Ефимовна, мастер ДП по скраббукингу. Я предлагаю сделать своими руками небольшой сюрпризный подарок, такую небольшую коробочку-шоколадницу в технике скраббукинг. На левой стороне можно приклеить поздравления. В этот отсек можно положить пакетики с чаем, либо шоколадку, либо какой-нибудь другой небольшой подарочек-сюрприз. Эта шоколадница очень проста в изготовлении и не требует каких-либо денежных особых запрятов. Для ее изготовления нам необходим лист картона формата А4, ленточки, небольшие отрезки скраб-бумаги, я взяла такие яркие. Также из инструментов нам понадобится линейка, ножницы, карандаш и, естественно, клей. И для украшения нашей шоколадницы нам необходимы небольшие вырезки из скраб-бумаги. Для изготовления нашей шоколадницы в коробочке я приготовила небольшой шаблон. Мы его вырезаем из листа А4. Можно использовать как картон, так и акварельную бумагу, ну что-то плотное, чтобы наша коробочка была более устойчивой. Получается, ширина будет 17 см, высота ее длина будет 29,5 см. Для таких кармашков, флястиков я оставила полтора сантиметра. Почему на полтора? Во-первых, это войдет в любая шоколадка, это очень удачное расстояние. И его очень удобно загибать потом, очень удобно скребать. Сделайте меньше, будет неудобно. Полтора сантиметра в самый раз. И как раз он уходит почти по ширине весь лист картона А4 формата. И также полтора сантиметра на загибы, чтобы у нас везде коробочка выглядела аккуратно и ровно. То есть получается, он будет складываться вот так. Вырезаем по шаблону нашу коробочку, склеиваем. Потом приклеиваем ленточки. Я взяла разные ленточки. Чтобы веселее выглядела моя коробочка. Тут у меня, в принципе, тоже разные. И приклеиваем их посередке. Заготовочки для своей коробочки я взяла меньше на 5 мм. Для внешней стороны, для обратной стороны и для внутренней. В принципе, ничего сложного нет. Я склеиваю, потом к вам вернусь. Вот такая заготовка получилась. Ленточки я посередке приклеила. Ну, а если есть желание, можно и снизу приклеить, и сверху. Чтобы у нас шоколадница смотрелась очень красиво объемными деталями, с минимальными затратами, я предлагаю брать наиболее крупные такие вот объемные вырезалочки. И тут у меня, например, цветы, конвертик, бабочка. То есть они сами по себе объемные, создают тоже объем. И в то же время старайтесь не перегружать свою шоколадницу многочисленными деталями. Лучше сначала все приложить, посмотреть, как это будет выглядеть, а потом уже приклеивать. Посмотрите, я взяла кусочек картона. Я его приклею на отрезок скраб-бумаги. И вот тем самым я нашу вот эту композицию из цветов, я ее немножко приподниму. Будет создаваться такой вот искусственный объем. Сначала я приклею на картон бумагу, отрезок бумаги, а потом все вместе приклею на нашу заготовочку. Можно использовать обычный гофейрованный картон, из которого делают в упаковочной коробке. А теперь уже располагаем декор. Сначала располагаем крупные элементы. На заготовке. А потом уже добавляем более мелко. Пускай они немножко заходят друг на друга. Тем самым также мы создаем такое небольшое хаотичное движение. И я бабочку буду клеить только за брюшко. А крылышки я ей немножко отодеваю. Ну, раздаю. И получается, как будто бы присела, как бы парит на нашей шоколаднице. Надпись я просто возьму вот так и руками немножко изогну. И приклею не полностью, а вот именно вот эти края. Вот, в принципе, я все склеила. Немножко изменила композицию. Мне кажется, она так выглядит более гармонично. Завязала красивый бантик и подрезала остатки ленточек. Дерзайте, творите. Всем успехов. Всем творческого вдохновения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok